Шонберг – композитор, мыслитель, теоретик, педагог, представитель экспрессионизма. Направление, исповедующего культ тревожных, истеричных и душераздирающих эмоций в музыке. Он также признанный отец додекафонии, технике, в которой гармония полностью принадлежит алгебре. Характерное для искусства начала XX века тяготение крайностям в искусстве, максимализму, роднит Шонберга с рядом его современников – Малером, Скрябином, Стравинским. Но, наверное, ни у кого из них желание дойти до самой сути не было таким целеустремленным и таким долговременным. Шонберг до конца дней пронес максимализаторский пафос нового музыкального искусства начала века. Отныне тональность стала при сочинении музыки одной из возможностей звуковысотной организации наряду с другими, число которых со временем все умножается и умножается. И это он и подтвердил своим творчеством. Принцип множественности композиционных систем лежит в основе музыкального творчества XX века в принципе. И это заметно не только у Шонберга, но и у других – у Берга, Веберна, Стравинского, Айвза, Скрябина. Но тот факт, что Шонберг одним из первых узаконил своим творчеством принцип свободного выбора языка, делает его одним из поворотных композиторов XX века. Шонберг был великим педагогом и теоретиком. Он преподавал все музыкальные предметы, начиная от теории музыки и кончая композиция и инструментовкой. Большое значение он придавал полифонии. К контрапункту Шонберг отдавал предпочтение перед всеми остальными дисциплинами. Значительное влияние на уроках уделялось анализу музыкальных произведений классики. Главным образом – сочинениям Бетховена, Брамса, Мендельсона. И интересно то, что Шонберг почти никогда не говорил на уроках о собственной музыке. Он был строгим педагогом, много задавал, требовал тщательной проработки деталей, внутренней оправданности каждого шага при написании гармонических упражнений. Даже в самых простых пьесах при сочинении он требовал передать определенный характер. В качестве своих сверхзадачи на протяжении всей жизни Шонберг рассматривал создание целостной теории композиции, объединявшей преподаваемый порозень отдельной дисциплины. Планом композитора так и не суждено было сбыться, но он создал немало теоретических трудов, в которых говорит о гармонии и ее сути. Учение о гармонии, изданное в 1911 году, это его труд, который в основном посвящен аккордам и способам их сопряжения в рамках классической системы гармонии, с которой, собственно, и творческая практика Шонберга была мало связана к выходу этого труда. То есть Шонберг глубоко интересовался, как бы, несвойственной его перу, чужой для него музыкой, и не только принадлежавшей одной или нескольким его кумирам, а музыкой, в принципе, в энциклопедическом объеме. Он превосходно знал классику. В преподавании Шонберг, как я уже говорила, скорее избегал изучения новой музыки, ведь он полагал, что не может научить свободе. Он требовал от молодежи досконального знания только классики, умения разбираться в стилях и композиционных приемах великой музыки прошлого. Вместе с Веберном и Бергом он смог создать общий фронт, ставший известным как Вторая Венская школа. Само понятие Венская школа придало Шонбергу ощущение престижа и, конечно, статус гуру. Но Берг и Веберн быстро заявили о своей независимости, несмотря на сохранявшееся благоговение перед учителем. Шонберг – композитор, который придумал термин «эмансипация диссонанса» так, будто аккорды были людьми, сотни лет пребывавшими в рабстве и требовали освобождения от принудительной зависимости к консонансу. Его музыкальный язык музыковедами делится на три периода – тональный, атональный с 1909 года и додокофонный с 1923 года. И всю свою жизнь он пытался широкой публике объяснить свою музыку как логический, рациональный результат исторического музыкального процесса. Может быть, от того, что его стали считать сумасшедшим, он настаивал, что не мог поступить иначе, у него не было выбора, он должен это сделать, его музыка – это продукт необходимости для истории. Вместо того, чтобы отделить себя от богоподобных титанов прошлого, Баха, Моцарта и Бетховена, он представлял себя их наследником и указывал, что многие из канонизированных сегодня шедевров вначале также вызывали недоумение. Но эти доводы не смогли повлиять на некоторых слушателей, которые полагали, что их просто держат за идиотов. Из того факта, что какая-то великая музыка однажды была отвергнута, вовсе не следует, что вся отвергнутая музыка великая. Таков и был посыл публики против Шонберга. Шонберга критиковали и другие композиторы. Так Кшенек отважился критиковать его направление как самоудовлетворение одного человека, который сидит в своем кабинете и изобретает правила, согласно которым потом будет записывать ноты. Шонберг был оскорблен этим сравнением с мастурбацией и ответил непечатным комментарием в том духе, что Кшенек, цитирую, хотел бы видеть в слушателях только шлюх. Он пытался и дальше доказывать свою правоту, пытался и через призму ученого, то есть не наседать, а доказать от истоков. Цитирую его слова. «Мы не будем знать отдыха, пока не решим проблемы, содержащиеся в звуках». Позже он сравнивал себя и с летчиком, совершающим перелет через Атлантику, и с исследователем Северного полюса, и так далее, и тому подобное. Сплошная борьба с закостенелыми умами слушателей и критиков. Но его доводы и стремления очень медленно, но все же устаканивались в умах. Ведь и до Шонберга к изменению в сторону диссонантности вели многие композиторы, и количество диссонансов музыки все время стабильно росло. Тенденции начались еще давно, когда Лис написал свой богатель без тональности. По сути, по ней можно делать ранние исследования о тональности. А в 1891 году Цити сочнил музыку по заказу главы ордена французских розенгрейцеров, где уже применял построенные по квартам аккорды и новые технические приемы. Критика того времени описала его музыку как неисполнимую или просто как произведение для посвященных. Штраус, конечно же, также потакал диссонансу, например, в своей опере «Соломеи» апофеозу музыкального модерна. В России композитор и пианист Александр Скрябин, испытавший влияние теософии, тоже изобрел гармонический язык, главным понятием которого был мистический трансцендентализм. Так он начал писать музыку в нескольких тональностях одновременно или вообще без тональности. Шомберг – это музыковед, настроенный на поиск смысла, поистине переворачивающего с ног на голову все музыкальные устои прошлого, да еще как. Но все же хочется сделать акцент на том, что каждый композитор из перечисленных всегда следовал собственному курсу. Но лишь Шомберг по-настоящему доказал и узаконил свои новые музыкальные устои. Он не только продемонстрировал новые аккорды, но и на некоторое время отменил старые, и это делает его особенной фигурой. Бузони в письме к Шомбергу в 1909 году как-то заметил, цитирую, «Вы предлагаете новые ценности взамен старых, вместо того, чтобы совместить старые с новыми». В отличие от Шомберга, Вагнер, Штраус, Стравинский, Малер уравновешивали свои нововведения использованием обычных аккордов. Диссонанс и консонанс у них сосуществовали, как и во все времена, во взаимной борьбе, как добро и зло, как черное и белое. И только Шомберг был единственным, кто заявил. Обратного пути нет. Он заявил, что тональность мертва, или, как позже сформулировал это Веберн, мы сломали ее. Во времена венских мастеров, по словам Шомберга, у тональности были основы этические, исторические, логические. Но со временем, с развитием, тональность стала неподходящей к новым идеям творцов, неподходящей к их идеям и проблемам времени. Она стала сухой, она стала расплывчатой, бессистемной. Музыкальные каноны прошлого просто не подходят в новых условиях XX века. Как говорил Шомберг, тональность стала подобием кровосмешения и инцеста. Различные странствующие переходные аккорды, такие, например, как уменьшенный септаккорд, то есть гармоническое сочетание четырех звуков, которое может развиться в нескольких разных направлениях, имеется в виду модуляционно. Такие аккорды были, по его мнению, болезненным порождением инцестных отношений. Больше того, Шомберг трактует, канонизированные временем аккорды, как безродные явления, необыкновенно легко приспосабливающиеся ко всему. Они живучи в любом климате, как паразиты. Паразиты в музыке. И в заключении хочу сказать, что меня в свое время очень тронуло позднее произведение Шомберга, уцелевшей из Варшавы. Это одно из его последних сочинений. Вопли, скрежет, боль – это жесткая музыка о зверствах фашизма. Кто захочет ознакомиться, я оставлю ссылку. Мне всегда интересны живые комментарии на затронутые темы, а не всякая глобухрень. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!